Джойс Хау родилась в Гонконге 15 мая 1996 года, но вместе с семьей переехала в Нидерланды в таком раннем возрасте, что научилась говорить на нидерландском языке безупречно, без малейшего акцента. 15-летняя Джойс, более известная под своим прозвищем Винзи, была красивой общительной девушкой. Не упускала возможности погулять с подругами и посплетничать в интернете. Она хорошо училась, играла на фортепиано и дважды выходила в полуфинал общенациональных турниров в составе престижного шахматного клуба Дэмклаб. Красота, грация и ум. Все лучшие качества чудесным образом сочетались в этой очаровательной девушке. Винзи жила со своей семьей в Варнаме, городе в восточной части Нидерландов, примерно в часе езды от Амстердама. Как и другие ее сверстники, девушка активно пользовалась социальными сетями, ежедневно общаясь с друзьями через WhatsApp, Twitter, Skype и особенно Facebook. Она весело, непринужденно болтала, сплетничала и делилась многочисленными постами. Винзи гордилась своим этническим наследием и, несмотря на популярность в школе, предпочитала проводить время с подростками из китайской общины. В этом нет ничего удивительного, такое поведение довольно типично для сплоченной китайской диаспоры Нидерландов. Лучшую подругу Винзи звали Полли, которая также была китаянкой по происхождению. Девушки, словно сестры, разлученные в детстве, имели не только внешнюю схожесть, но и одинаковые характеры и наклонности. И эта чрезмерная схожесть мешала искренней дружбе подруг и с течением времени переросла в настоящую проблему. И Винзи, и Полли мечтали о популярности и временами воспринимали друг друга в качестве соперниц, превращая общение в дружбу змеи и жабы. Будем честны, такие отношения среди девочек-подростков далеко не редкость, но именно в нашей истории это противостояние привело к катастрофе. Все началось однажды вечером в конце 2011 года, когда Винзи прокомментировала пост в Facebook, сделанный ее 16-летней лучшей подругой Полли. «О боже, насколько распутной ты можешь быть!» Вроде безобидный комментарий, но он привел Полли в ярость и обратил дружбу в неистовую ненависть. Хотя Полли сильно возмутилась из-за неосторожного замечания своей подруги, она не стала отвечать Винзи напрямую. Вместо этого заручилась поддержка нескольких друзей, которые начали отсылать комментаторке сообщения с угрозами с анонимных страниц. «Винзи, тебе нужно следить за тем, что ты говоришь, и тебе лучше учиться на своих ошибках, иначе ты знаешь, что произойдет», говорилось в одном из них. В другом откровенно угрожали. «Винзи, закрой свой рот, иначе не миновать беды». Общие друзья Винзи и Полли старались не замечать этот неожиданно возникший конфликт, думая, что это всего лишь вопрос нескольких дней. Вскоре инцидент разрешится, девушки помирятся и снова станут лучшими подругами. В начале декабря состоялась вечеринка по случаю дня рождения общего друга в The House of Billiards, бильярдном зале в центре Арнема. Полли не ожидала увидеть там Джойс, которая явилась без приглашения. Возмущенная до глубины души, считающая себя королевой бала Полли, устроила истерику, достойную фильмов о подростковой драме. По словам нескольких человек, присутствовавших на вечеринке, приезд в Индии сразу же вызвал неловкую ситуацию. Полли стала плакать и кричать, упрекая некогда лучшую подругу в том, что она явилась на вечеринку без приглашения, а также выразила свое недовольство тем несчастным комментариям. Видимо, она приняла это слишком близко к сердцу. Вслед за криками последовал жаркий спор, и девушки подрались. Полли толкнула Винзи, та оттолкнула в ответ, и в полупоследовавшей драке Полли прокричала. «Я собираюсь убить тебя, сука!» В этот момент девушек, наконец, разняли общие друзья. Хотя в данной истории друзей вы вряд ли найдете. Ведь вместо того, чтобы успокоить Полли и защитить Винзи, компания выгнала незваную гостью, а затем молодежь продолжила вечеринку, словно ничего не произошло. После инцидента в бильярдном доме Полли начала ежедневно отправлять Винзи сообщения с угрозами из-за своего аккаунта и с анонимных, созданных на скорую руку. Девушки писали друг другу ужасные вещи, но неизменные оставалась только фраза Полли «Я убью тебя и всю твою семью, если пожелаю». Неплохая реакция на безобидный комментарий, не правда ли? По мере эскалации конфликта Винзи и в самом деле начала беспокоиться о своей безопасности. Это больше не звучало, как пустые угрозы. Бывшая лучшая подруга оказалась одержимой. Полли тем временем действительно готовила план мести. Простых угроз в интернете ей оказалось недостаточно, но и пачкать свои руки не хотелось. Удивительно, но столь юная особо умело манипулировала людьми. Например, своим парнем, 17-летним Уэсли из Роттердама. Именно по ее приказу он осветлил волосы, проколол ухо, носил только ту одежду, что хотела видеть она, и в целом беспрекословно исполнял все ее прихоти. Он с огромным удовольствием принял участие в убийственном плане своей девушки. Несмотря на то, что Уэсли по сути являлся марионеткой, он пытался казаться всем крутым. Например, рассказывал, что его семья связана с китайской мафией, а его брат и кузены убьют любого мгновения ока. Стоит ему сказать лишь слово. Этими сказками воспользовалась Полли. Хотя для человека, предположительно связанного с мафией, выбор киллера оказался, безусловно, довольно странным. Цзэньхуа – 14-летний сын китайских эмигрантов, живших в капелле Анде Эйсел, городке на восточной окраине Роттердама. Неуверенный в себе и впечатлительный молодой человек всегда стремился угодить своим сверстникам. Часто даже чересчур. По словам его матери, он даже предлагал другим детям свои карманные деньги, просто в обмен на общение. Но примерно с 15 лет мальчик решил сменить имидж и превратился в эдакого маскулинного хулигана. Избивал младшеклассников и пытался произвести впечатление на других демонстрации мужественности. Цзэньхуа знал Уэстли через китайскую общину. Они часто пересекались в клубе. Парнишка отчаянно стремился получить одобрение сверстников и был полон решимости сделать это любыми средствами. Уговорить аутсайдера стать киллером не составило труда, вопрос был только в цене. Переговоры начались примерно с тысячи евро. Немного для заказного убийства, но для двух подростков эта сумма казалась просто невероятной. Поли выдвинула идею платить Цзэньхуа по 20 евро ежемесячно на протяжении всей жизни, но с этим не согласился Уэстли, поскольку получалась огромная переплата. Девушка вновь воспользовалась своим талантом манипуляции и предложила горе киллеру совершить убийство за 150 евро и бесплатные напитки в баре каждые выходные. Удивительно, но Цзэньхуа согласился. В течение месяца Поли составляла тщательный план, посвящая киллеров детали семейной жизни подруги. В частности, рассказывала, кто где работают, во сколько они приходят домой и даже нарисовала примерную планировку дома. Она предоставила подробную информацию. Все до мелочей. Номер телефона, адрес, автобус, на котором Джойс возвращалась домой. Цзэньхуа только ждал команды, когда притворить этот план в жизнь. 12 января Поли дала зеленый свет. Цзэньхуа отправился в капелле Анде Эйсел в дом семьи Хау в Арнэме с твердым намерением убить Винзи, когда он туда доберется. Но несмотря на идеальный план, киллер просчитался. Жертвы дома не оказалось. Цзэньхуа караулил несколько часов, но так и не дождавшись Винзи, вернулся к заказчикам. Поли была в ярости и чуть не выцарапала ему глаза. Велела через два дня снова отправляться в дом Хау и убить Винзи, сколько бы времени на это не потребовалось. Пригрозило, что если до субботы он не избавится от жертвы, то его самого постигнет печальная участь. В пятницу, 13 января, Цзэньхуа отправился в дом друга, в Венло, в ста километрах к югу от Арнэма, где и провел ночь. Отсюда он связался с Уэсли по скайпу, и они вновь обсудили план предстоящего убийства. Уэсли сказал ему, «У тебя есть адрес, ты знаешь, куда тебе нужно идти. У нее уроки игры на фортепиано в 14.00, так что в 15.00 ты должен быть около ее дома». На следующий день, в 13.04, друг, у которого останавливался Цзэньхуа, опубликовал в Фейсбук зловещее сообщение. «Сегодня в 15.00 умрет девочка, но никто не отнесся к сообщению достаточно серьезно». Цзэньхуа подошел к ярко-синим дверям дома 110 по улице Статхаудерстрат в районе Брук, Варнэме, ровно в три часа. Глубоко вздохнул и позвонил дверь. Несмотря на то, что он сильно удивился, когда дверь открыл отец девушки, Чуннам Хао, Цзэньхуа остался спокоен и вежлив, спросил, может ли он поговорить с Винзи. Хао пригласил молодого человека войти и позвал дочь, а сам отправился на кухню, оставив двух подростков наедине в коридоре. Винзи удивилась приходу Цзэньхуа. Хоть они и были знакомы, о чем свидетельствует вот это совместное фото, сделанное на вечеринке во время празднования китайского праздника, но общение не поддерживали. Девушка закрыла кухонную дверь, чтобы дать им возможность уединиться. Едва они остались одни, как Цзэньхуа произнес, прости, я должен это сделать. После чего вытащил нож и начал наносить удары в лицо и шею. Нападение было таким внезапным и неожиданным, что первые несколько ударов беспрепятственно пришлись по Винзи. Она даже не успела поднять руки в свою защиту. Услышав шум, отец Винзи ворвался в коридор и сразу же подвергся нападению Цзэньхуа. Винзи в тот момент лежала на полу. Она издавала странные звуки и захлебывалась кровью. Чунамхау яростно сражался с преступником, пытаясь вырвать нож у Цзэньхуа, а также помешать ему сбежать. Во время этой потасовки в дверях появился младший брат Винзи, Винкит, и увидел, как его отца бьют ножом по рукам и лицу. Винкит побежал обратно в гостиную, чтобы вызвать полицию. И в этот момент Цзэньхуа оттолкнул Чунамхау и скрылся с места преступления. Вскоре, услышав звуки жестокой борьбы, прибежал сосед, чтобы разобраться в причине столь ужасных криков, и наткнулся на страшную сцену. Чунамхау лежал на полу, дезориентированный и истекающей кровью, а Винзи находилась возле лестницы. Под ней образовалась лужа крови. Парамедики прибыли в течение нескольких минут и оперативно доставили Винзи и ее отца в больницу. А полиция тем временем прочесывала район в поисках любых признаков Цзэньхуа. Через два часа после нападения полиция обнаружила Цзэньхуа, прячущегося в кустах на улице Йоханда Витлан, недалеко от места преступления. Мальчишка с ног до головы был покрыт кровью и отказывался садиться в полицейскую машину. Офицерам пришлось совершить два выстрела в воздух, чтобы заставить Цзэньхуа выйти с поднятыми руками. В больнице оказалось, что раны Чунамхау не опасны для жизни. Порезы зашили, и вскоре после этого мужчину выписали. Однако прошло целых два дня, прежде чем ему разрешили навести дочь в отделении интенсивной терапии. Из-за своих ограниченных знаний нидерландского языка, Чунамхау не знал наверняка, насколько опасны травмы Винзи, пока не увидел ее своими глазами. Винзи находилась в очень тяжелом состоянии. Она так и не пришла в сознание. Врачи делали все от них зависящее, и девочка отчаянно боролась. Ведь с такими травмами она должна была умереть еще в день нападения. К сожалению, врачи не волшебники, и пять дней спустя, 19 января 2012 года, Винзи скончалась. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Прибывая под стражей, Цзэньхуа держался так долго, как мог. Был молчалив и говорил мало. Ввиду несовершеннолетия малолетнего преступника, родители и адвокат постоянно находились рядом с ним. Цзэньхуа, должно быть, почувствовал, как затягивается петля, ведь его поймали с поличным, в буквальном смысле. И многочисленные очевидцы видели его либо на месте преступления, либо убегающим из дома жертвы. Полиция намеренно расплывчато описала ему степень травм, нанесенных им Винзи. Поэтому Цзэньхуа понятия не имел, выживет она или нет, хотя после двух дней отсутствия известий о ее смерти, он, вероятно, предполагал, что она выживет. А значит, не видать ему денег и бесплатных напитков в баре. Цзэньхуа взвесил варианты. Если бы поножовщина оказалась не смертельной, печально известная слабая голландская судебная система, вероятно, отпустила бы его. Он, как несовершеннолетний, мог оделаться легким испугом. Ведь к несовершеннолетним там особое отношение. Запрещено даже публиковать фотографии преступников без цензуры. Но с другой стороны, если Винзи умрет, у Цзэньхуа будут серьезные проблемы. Во вторник, 17 января, когда Винзи была еще жива, Цзэньхуа решил пойти во банк. Зачем рисковать своей свободой, если можно рассказать правду и сдать заказчиков? Но для начала парень рассказал только об Уэстли. В тот же день полиция нашла Уэстли в его доме в Роттердаме и доставила его для допроса. Столкнувшись со следователями, Уэстли проявил дерзость и отказался сотрудничать. Он был полон решимости не доносить на свою девушку и утверждал, что не знает Цзэньхуа и понятия не имеет, о чем черт возьми тот говорит. Парень настаивал, что с преступлением его абсолютно ничего не связывает. Но в четверг, 19-го, когда стало известно о смерти Винзи, пути назад не было. Уэстли понял, насколько серьезной стала ситуация. Убийство привлекло гораздо больше внимания, чем он или Поли могли себе представить. В течение нескольких дней после смерти Винзи сотни людей приходили к ней домой, чтобы оставить цветы и свечи. А 25 января толпы народу собрались в центре Арнема и почтили память Винзи минутой молчания. Уэстли все еще надеялся, что ему удастся выпутаться из этой щекотливой ситуации самому. Поэтому он, как джентльмен, поклялся не упоминать о роли Поли в этом преступлении. Но следователи вскоре обнаружили текстовые сообщения с угрозами, изобличающие обсуждение Facebook и Skype. Все эти цифровые улики, в которых в мучительных подробностях разъяснялась роль каждого человека в дьявольском заговоре с целью убийства Джойс Винзи Хау. Поли также посадили под стражу. Она призналась, что неоднократно угрожала Винзи, но настаивала на том, что это были всего лишь пустые угрозы. По ее словам, именно Уэстли придумал план убийства. Когда Уэстли понял, что Поли дает показания против него, то, наконец, прекратил защищать любимую и, в свою очередь, рассказал следователям немного другую историю. План убить Винзи разрабатывался Поли, которое было поглощено гневом на бывшую подругу из-за комментария. Именно она уговорила парней участвовать в этом безумном преступлении. Хотя все трое заговорщиков представили противоречивые сведения о том, что произошло накануне того ужасного дня, все они так или иначе признались в своем участии в заговоре с целью убийства Винзи Хау. Цзинь Хуа был первым, кто предстал перед судом, который состоялся 20 августа 2012 года. Ему официально предъявили обвинение в преднамеренном убийстве Винзи Хау и попытки непредумышленного убийства Чунам Хау. Цзинь Хуа приговорили всего к одному году заключения для несовершеннолетних с тремя годами терапии. Поли и Уэсли приговорили к двум годам заключения для несовершеннолетних. Такие легкие приговоры стали настоящим шоком для нации. Со временем Уэсли и Поли из-за отвратительного поведения в тюрьме продлили сроки задержания под стражей для несовершеннолетних. Они были освобождены в 2017 году. Цзинь Хуа также вышел на свободу в 2017 году. По оценке, риск повторного совершения им преступления был довольно низким. Но в 2018 году Цзинь Хуа повторно арестовали за причастность к жестокому ограблению Тин Эденроди. Благодарю вас за просмотр. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем огромной благодарности за поддержку моего канала.